В Югре может появиться первый город полумиллионник. Население Сургута к концу прошлого года перевалило за отметку 400 тысяч. Официальные данные Росстата озвучил на рабочей встрече с губернатором округа Натальей Комаровой, глава самого крупного города в Югре. И хотя прирост за год относительно небольшой, 6000 человек, он подкреплен другими показателями социально-экономического развития. Так, за год на треть снизилась безработица, на 8% увеличился оборот малого и среднего бизнеса. Все говорит о том, что город растет и развивается. А еще более привлекательнее для переезда и инвестиций Сургут станет после завершения строительства научно-технологического центра. В прошлом году на месте его возведения прошли подготовительные работы. На территории разместят университетский корпус, лаборатории, деловые центры, общежития для студентов и работников. У нас сами написали проект, подливали около 8 миллиардов. Сейчас то, что вы динестрируете городу Сургута, и это для города, ну просто такое второе дыхание интернет-фанарей. И еще раз, пользуясь случаем, подчеркиваю, что для нас очень важно, что и благодарность от города, что именно в Сургуте вы приняли решение данного проекта. В части обязательства, вовлеченности города Сургута, которые уже все усилия, чтобы не повезти. В Югре выявят самых усердных коммунальщиков. В округе внедряют рейтинг управляющих компаний. Он нужен для того, чтобы югорчане могли ориентироваться на рынки коммунальных услуг. Например, при выборе или замене управляющей компании. Кроме того, практики самых успешных УК можно будет распространять. Но и азарты, и конкуренцию никто не отменял. Аутсайдеры рейтинга захотят подняться выше, а лидеры удержать позиции. Сейчас специалисты оценивают объективные критерии работы коммунальщиков. Например, количество нарушений, а также качество и скорость их устранения. Важная миссия в составлении рейтинга у самих югорчан. Нам предлагают оценить работу управляющих компаний по десятибальной шкале. Опрос проходит на сервисе госуслуги «Решаем вместе». Рейтинг будет проводиться ежегодно два раза в год по итогам работы за первое полугодие и за второе полугодие. Но цель данного рейтинга не в том, чтобы выявить как таковых призеров и аутсайдеров. Когда мы, проведя рейтинг, видим, что есть управляющие компании, которые занимают более высокое и более низкое место в рейтинге, мы ставим перед собой целью разобраться в причинах, почему так. Что не хватает тем, кто окажется внизу рейтинга. Югорские биатлонисты завоевали семь медалей на этапе Кубка страны в Рыбинске. Мужчины дважды поднимались на пьедестал почета за серебряными медалями. В спринте отличился Петр Пащенко, а в пасюте Никита Поршнев. Часто мужчины на этом этапе преследовали неудачи. Вырванная палка, опоздание на старт, падение из-за неисправного крепления. Остальные пять медалей завоевали девушки. По две награды забрали Екатерина Носкова и Ксения Довгая. На счету Кати золото в спринте, а также бронзов гонки и преследования. Ксения была второй в спринте, а также выиграла пасют. Эти медали стали для Довгой первыми личными наградами во взрослом спорте. Еще одна югорчанка Елизавета Каплина одержала уверенную победу в масс-старте. Из Катамасийского автономного округа Югра мастер спорта Елизавета Каплина! Но вот суперспринт, который прошел уже в рамках чемпионата страны, вышел для югорчан неурожайным. Лучший результат у Елизаветы Каплины она четвертая. Екатерина Носкова финишировала следом, подвела девушек стрельба из положения стоя. Спортсменки пытались отыграть отставание, но догнать соперниц не получилось.